В состав свечей Relief входит фенилэфрин и гидрохлорид, который является альфа-адреномиметиком, оказывает местное сосудосуживающее действие, что способствует уменьшению эксудации отечности тканей и зуда в аноректальной области. Показания. Применяется в качестве симптоматического средства при геморрое, трещинах заднего прохода, анальном зуде. Способ применения и дозы. Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Ректально. По одному суппозиторию утром на ночь и после каждого опорожнения кишечника до 4 раз в сутки в течение 7-14 дней. Суппозиторий следует вводить так, чтобы он остался в анальном канале на уровне заднепроходного отверстия, не погружаясь полностью в прямую кишку. Основание суппозитория следует придерживать марлевой салфеткой в течение нескольких минут до полного его растворения. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Тромбоэмболическая болезнь. Гранулацитопения. Детский возраст до 12 лет. С осторожностью применяют при артериальной гипертензии, гипертириозе, сахарном диабете, задержке мочи, гипертрофии предстательной железы, во время беременности и в период лактации. Применение при беременности и кормлении грудью. Достаточного опыта по применению препарата во время беременности нет. Возможно применение для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка. Особые указания. Не рекомендуется применение у детей в возрасте до 12 лет, в период беременности и кормления грудью, без согласования с врачом. В случае кровотечения, ухудшения состояния или при отсутствии эффекта в течение 7 дней, необходимо прекратить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу. Не следует применять совместно с антигипертензивными лекарственными средствами, ингибиторами моноаминоксидазы. Побочные действия. Следующие побочные реакции были зарегистрированы при использовании препаратов, содержащих фенил и фрин, в различных лекарственных формах. Поскольку эти реакции приведены в справочных материалах, либо добровольно поступают от населения в неопределенном количестве, не всегда можно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь при применении препарата. Нарушения со стороны иммунной системы. Аллергические реакции. Общие расстройства и нарушения в месте ведения. Раздражение по типу контактного дерматита в месте нанесения. Нарушения со стороны эндокринной системы. Обострение гипертириоза. Нарушения со стороны нервной системы. Тремор, бессонница, нервозность. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. Аритмия. Повышение артериального давления. Условия хранения и срок годности. Хранить в сухом, защищенном от света месте. При температуре не выше 25 градусов. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности 2 года.